Всем привет! В последнее время я очень часто использую бисквитный мох в оформлении своих тортов, в частности детских тортов. Мне нравится, как он смотрится, к тому же можно сделать заранее вот такие вот цветные заготовки и хранить их в морозильнике. Подходит такой бисквитный мох как для оформления мастичных тортов, так и кремовых, хотя все больше мы его видим на муссовых тортах. Но я люблю сюжетные торты, поэтому в качестве травки или заполнения каких-либо пустот между сладостями я его активно использую. Итак, начинаем готовить. Данный бисквит для оформления тортов делается быстро, просто и выглядит на торте достаточно эффектно. Для этого мне понадобится, для приготовления его мне понадобится яйцо, мед натуральный можно заменить на инвертный сироп, мука, обязательно два раза просеиваю ее, и также у меня здесь еще разрыхлитель, сахар и сухой краситель для того, чтобы мох был зеленый. Я буду использовать сухой, но можно и любой другой вид красителя. На большой скорости мы взбиваем яйцо с сахаром до пышного состояния. Теперь добавляем краситель. Количество красителя вы сами контролируете, смотря какой по цвету вы хотите получить мох. И добавляем сюда же мед. И опять все взбиваем. Теперь добавляем муку с разрыхлителем и лопаткой все аккуратно перемешиваем. Все, масса должна остаться пышной, но никаких не должно быть вкраплений муки, то есть никаких комочков быть не должно. Затем я беру вот такие вот бумажные стаканчики, продаются мне в любом супермаркете. Можно и обычные одноразовые пластиковые использовать, термостойкие. Но вот в этих мне почему-то как бы удобнее что ли делать, разрезать их потом удобнее. Заполняем каждый стаканчик на одну треть. Мне еще нравится этот вид декора тем, что его можно сделать заранее. Вот такие бисквитики в закрытой упаковке, то есть либо в пакете, либо в контейнере, закрытом в морозилке, могут храниться несколько месяцев. Теперь два стаканчика я отправляю в микроволновку на одну минуту ровно. У меня мощность в микроволновке 1000 ватт. Если у вас поменьше, то время немного нужно будет продлить. Главное, чтобы это было не больше одной минуты именно вот с такой мощностью, потому что я пробовала, немного подзадержалась и у меня дно бисквита полностью подгорело. Пришлось обрезать, сделать заново. Так, эти два стаканчика мы отправляем в микроволновку, а другие будут ждать своей очереди. Все, ровно одна минута прошла, я даже ставила секундомер. Мощность делаем самую высокую и вот такие вот бисквитики получаются. Ставим их остужаться дном вверх на решетку. Также я пробовала делать в духовке, что-то у меня ничего не получилось. Если, девочки, кто-то из вас пробовал, то пишите в комментариях, при какой температуре вы выпекали такой бисквит. Я думаю, очень многим будет интересно. Все, полностью остыл мох и мы теперь можем разрезать стаканчики. Пробовала делать еще два варианта, то есть по двум рецептам другим делала мох. Не очень они мне понравились. Но то ли я что-то не так делала, то ли лыжи не едут. В общем, этот вариант больше всего меня устроил. К тому же он у меня с первого раза получился. И сколько я его уже делала, получается всегда. Вот такой вот красивый он, смотрите, получается. Только дайте ему полностью остыть, иначе при разломе он будет слипаться. Вот такой вот красивый вариант. Можно сделать разноцветные заготовочки, я их уже сделала. И, к примеру, отделить какую-то зону на торте. Вот так вот быстро и просто мы с вами сделали заготовку для оформления будущих тортов. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok